К этому событию начались уже сегодня. К примеру, сегодня добровольцы убирали историческое летное поле Спилва. Это место решили привести в порядок не случайно. Вскоре у аэродрома начнется новая жизнь. Наталья Мещерякова с подробностями. Когда-то это место было главным аэровокзалом страны. После того, как 35 лет назад этот статус приобрел аэропорт Рига, Спилва ушел в тень, но свою воздушную деятельность не закончил. Здесь проходит обучение пилоты малоавиации, здесь работают аэрошколы и клубы. Год назад взлетное поле зарегистрировали как аэродром. И это уже большой шаг в его развитии. Дальше дело за малым. Привлечь на территорию как можно больше желающих держать здесь свои самолеты. Для того, чтобы это развитие происходило, мы уже фактически не только планируем, но отводим земельные участки вдоль границы регистрированного территории аэродрома. И с целью для постройки временных, ну скажем так, временных гаражей для малой авиации. Близкое расположение к центру города. Действующие воздушно-взлетные полосы. Уже сейчас аэродром является эксклюзивным местом для малой авиации. Опять же такой аэродром нужен, почему? Потому что малая авиация довольно активна и развивается активно. Аэропорт Рига, он не резиновый. Там большие самолеты и малые, все это друг другу мешает. И совсем неплохо отвезти эту малую авиацию, ну чтобы не нашать больших. Спилбы отлично справляются с ролью аэропорта для нужд малой авиации. Это место полюбили и иностранные гости. Частный самолет это не такая уж и редкость, особенно за границей. Поэтому для тех же туристов, среди которых в прошлом году были французы, шведы, финны, прилетать на Спилово это удобно. Своё назначение появится и у исторического здания аэропорта. Здесь появится музей латвийской авиации. Здание, которому сейчас в первую очередь нужен ремонт крыши, идеальное место для того, чтобы разместить здесь более 30 экспонатов музея авиации имени Цандера, который сейчас находится недалеко от аэропорта Рига. Фактически мы уже начали разговоры. С учредителем этого музея и собственником этих экспонатов. Это очень интересные экспонаты. И я считаю, что каждый мальчик с 4 до 84 лет пощупать железо, которое когда-то летало, никогда не откажется. В перспективе у аэродрома Спилово получение статуса регионального аэропорта, что даст возможность претендовать на финансирование еврофондов для дальнейшего благоустройства места. Наталья Мещерякова, Арнис, Пейга, Просто ТВ. Ежегодно по официальной статистике, Государственная пожарно-спасательная служба извлекает из воды более 100 утонувших. Для того, чтобы снизить этот показатель, спасатели объявляют май месяцем...